Всем привет, меня зовут Вадим, и это мое первое собеседование. Я очень сильно волнуюсь, поэтому я позвал своего друга Стёпу. Стёпа знает, как правильно проходить собеседование и какие вопросы задавать. Можно вопрос? А кто-то в рот вообще вот брал, нет? Поэтому сегодня он мне будет помогать. Сейчас тоже, блядь, обосрусь там. Да давай, побыстрому. Закончим. Пойдешь. Блядь, пиздец клапан давит, брат. Здравствуйте. Да, меня зовут Лиса, приятно с вами познакомиться. И поговорим про наш стэк. Это будет такая первая логическая часть, а вторая это... Ой. Скажи, что ты ее случайно замутил. Я вас случайно замутил. Размыть, размутил. Размутите, все, пожалуйста. Ой, да, Вадим, не видела. Так, я где остановилась? Давайте заново. Ну, пойдем с собой продукт в компании, потом мы в вашем опыте... Вот. Это то, о чем я говорила кратенько. Успели что-то о нас посмотреть? По компанию прочитать, может быть? Ничего не знаю. Ну, давайте разбираться. Мы базируемся в Белграде. И делаем продукт, который называется ФБС. То есть, оси... Алло. Не улыбайся, не улыбайся. К нему... Да, блядь, Вадик, ты когда так делаешь, это палевно, пиздецно. Да, вы зависли. У вас микрофон выключен, скажи у него. У вас микрофон и видео зависло. Микрофон выключен. Микрофон, господи. Надо перезайти, походу. Перезайти. Перезвоните. Ни... Оставалась на встрече. Но ничего не могла с этим сделать. Извините, что так вышло. Ничего страшного. Бывает. Мы в этом, я компания достаточно давно. У брендов БС-15 лет существует, да? То есть, как бы все это в времени, в принципе... Скажи, что у меня микрофон... Ой. Да, извините, у вас опять что-то с микрофоном. Ну, Вадим, мне пишут, что вы меня замьютируете. Я не знаю, как это... А, я думал, я думал просто звук у меня. Нажми еще раз, нажми еще раз. Сейчас, я тогда... Просто я слышал, что... А, это мьют. Да, если там на микрофоне вы нажимаете, там бывает основная настройка, что вы мьютите меня, а не себя. Больше не нажимаем. Больше не нажимаем. Извините, я понял. Я хотел себя, наоборот, замутить. Я понимаю, лучше тогда делать с интерфейса руками, и тогда вроде нормально все. Да, хорошо. Вот. Который, ну, стоит ли на себя, для бизнеса. Тут хотим посмотреть повнимательнее, да, заняться этим блоком. Две таких задачи, да. Это на первое время, да, то есть это, как бы, те проекты, которые сейчас есть у бизнеса, которые мы хотим решить. Вообще, в целом, проектный цикл именно от, там, взять задачу работы до поставить модель в провод. У нас где-то... А, в будущем не все, может быть, работать, когда ты их... Сейчас я в городе модели работал, чем-то было понятно. Я на решение, например, задачу. Ну, вот. Основную информацию рассказала. Может быть, есть какие-то вопросы? Нет. Пока что вопросов нет. Ребят, а кто хочет посмотреть реальные собеседования, не такое, как это, а нормальные собеседования, я вас приглашаю в свою приватку. У меня в приватке вы найдете не только собеседование, но еще и другой контент различного рода. Мой лайв-контент в том числе. И также там есть база знаний. Все вопросы, которые нам задают на собеседовании, мы с ребятами добавляем в базу знаний. То есть, в базе знаний содержатся вопросы из реальных собеседований. Почему это круто, вы, наверное, уже сами понимаете. В этой базе знаний уже более 500 вопросов из реальных собеседований, которые задают на реальных собеседованиях вместе с ответами. Поэтому, если вы проходите собеседование, обязательно заходите и смотрите ответы на все вопросы, которые вам будут задавать. Кроме того, за подписку на мою приватку вы получаете дополнительный контент, вы получаете IT-чаты по различным направлениям и также отдельный чатик со мной, где я отвечаю на все вопросы. Более подробно о моей приватке смотрите вот в этом вот видео, а ссылка будет в описании. Вы сейчас в Яндексе, да, поэтому про текущую задачу. Давайте начнем. ВСБР, там делал задачи про НЛП, то есть там была задача автоматизации трансграничных и внутренних платежей. Хорошо, я поняла. Давайте тогда порешаем задачки. Я сейчас скину ссылочку. Вижу. Видите, за тетрадочкой. Соответственно, это задача первая. За тетрадочкой. Так, сейчас. Чтобы это решить, мне нужно тетрадочку взять. Да, конечно, без проблем. Сколько там шариков? Ну тут сразу на опыте вам скажу, что это маловероятно. Маловероятно. А тут не сказано, из какой корзины я тяну шарик. Нет, это мы не знаем как раз. Вы понимаете, это непростая задача, правда? Я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Для кого-то простая, для кого-то нет. Давайте попробуем. Для меня это простая задача. Ну, отлично. Давайте решать тогда. То есть, вероятность, что я вытянул черный шар при условии, что это корзина первая? Угу. Какова? Сложная задача. Сложная задача. Ну вот. Если бы, конечно, мне кто-то помогал, то я бы смог, наверное, ее решить. Но я и так смогу сейчас. Давайте. У нас по времени есть. Если нужна будет помощь, то говорите. Да. Ох, эти буквы. Я в них уже... Я уже сам запутался в этих буквах. Ну, давайте. У меня будет ответ. Еще нужно чуть-чуть, немножко времени подождать. Не отвлекайте меня, пожалуйста. Прости, а загуглить можно ее сейчас? Так, сейчас. А загуглить ее нельзя, да? Можно? Ну, еще два следующих. А что там надо найти? Мой ответ... Ответ два. Одна вторая, точнее. Одна вторая, да. Это уже больше, походу, на правду. Ну что, тогда движемся к финалу нашей встречки. Вот. У нас команда достаточно сильно распределенная. Не просто в России и в целом по миру, да? То есть там ребята есть, которые из Южной Кореи работают, есть из Сербии, есть те, кто, в принципе, там, из Грузии и так далее. Поэтому здесь, ну, за 100% на даром. Все, все, все. Поэтому второй момент. Вадим, что смотрите вообще сейчас по зарплате? Какие цифры могут быть интересны? Без зарплат, я вот тоже сейчас подумал, типа, что можно спросить по зарплате. Ну, минимум 250, а желательно... Желательно. Понятно. Ну, как бы, окей. Тоже принимается. Сомнительно, но окей. Да. Все. Мемчики, куда же без них. Окей. А что сейчас в Яндексе с плюшками? Есть ли какие-то бонусы? Есть ли вообще какой-то вот топ-доход? Там раньше орехи стояли, семушка. То есть ставили. А сейчас их убрали. Я про бонусы финансовые. Раньше там же акционы были, они сейчас заменили их на что-то, на денежные крылья. Да, финансовые бонусы мне в целом смешно. То есть тут нету такого, что там финансовые бонусы. Это вот акции, акции дают Яндекса. Но все равно их там не сразу можно продавать и так далее. Да, знаю, знаю. А семушку я там по 10 пачек мог выносить. Продавать потом... Ну, в общем, товарный обмен. Ну да, они бесплатно стояли, там, эти автоматы. А сейчас такого уже нет, к сожалению. Ну, смотри, какие-то клюшки у нас именно финансовой компенсации нет, но политически там компания поддерживает участие наших сотрудников в каких-то спортивных мероприятиях, типа бег или еще что-то. Если там платное участие, то вот уж можно. А, получается. Скажите мне, вот... Там... Орехи будут? Ну, вот так. Так а вы же в дом работаете. Ну, надо. Я не знаю. Если сможете на свой серпорт купить орехи, то, видимо, буду. Вот так говорите, как будто не смогу. Ну, нет, там орех... Я не говорю, вы не подумайте, что белка какая-то. Ну, я люблю. Люблю-люблю поесть орехи. Ну, они полезны. Договорились, это хорошо. Все, мне надо уже потихонечку начать бежать на следующую встречу. Спасибо большое. Тогда на связи, в телеге. Да, все, вернусь с фидбэком. Хорошо. Ну, и после такого, очевидно, успешного собеседования, меня позвали на следующий этап, где я познакомился с Тим Лидом. Да, добрый день. У вас профессиональный микрофон. Я рэп записываю. Ладно, меня зовут Драдима, если... Рэп записываю, извините. Да, я просто музыкант, я рэп записываю. О, ничего себе. Да, прогнозирование спроса. То есть, мы что делаем? У нас есть как бы команда Яндекс Маркета. Пес-барбос такой. Пес-барбос такой. Вот, и мы там... Как бы у нас несколько команд. То есть, одна команда занимается рекомендациями, другая команда занимается прогнозированием спроса каких-то товаров, потому что мы выдаем аналитику по каждому товару для продавцов. Вот, собственно. Ну, там отдел, он так и называется, типа, отдел предиктивной аналитики. Отдел скуфов и отдел альтушек отдельно. Там несколько отделов, вроде как-то он называется, отдел скуфов, альтушек, что-то такое. Так, если можно, ну да, про сам кейс, наверное, сказать. Ну, как бы вот пользователь зашел, условно, купит он товар или нет. И вопрос, если он купит, да, то ему там надо условно одни рекомендовать вещи. Кому-то петуха, кому-то ровно рекомендовать. То есть там, там разные, кому-то петуха, кому-то коровы. Ну, так, условно. Вот. Вы знаете, вообще, Стёпа очень крутой чувак. Ты назвал меня долбоёбом. Я тебе сказал, называй меня папа вор закон. Ты шляпа ебаная мусата. И у него есть свой телеграм-канал, где он записывает рэп. Вообще, это полный пиздец, если вам такое интересно. Но если у вас слабая психика, блядь, не заходите, ребята. Не смейте, нахуй, вообще, это пиздец. Ссылочка будет в описании. Ну и на мою телегу тоже подписаться не забудьте. Там нет рэпа, но там есть новости и анонсы. И вообще, весь движ происходит именно там. Ну, чтобы модель, да, я имею в виду, как, кейс именно вот, который ты разрабатывал. Наход было какое-то задание, я сделал раз-два-три, на выходе вот такая модель, тут ключевая метрика такая. Да, было задание, я сделал раз-два-три-четыре-пять. Да, было задание, я сделал раз-два-три-четыре-пять. Пять шагов. Пять шагов. Пять шагов. Соответственно, у нас основная модель это CatBoost. Объём продаж, товар в поиске Ю, магазин. Дата, имеется в виду посуточный. Два ближайшихся дней. То есть, вы должны ближайшиеся действия сделать, сколько ты поделаешь, какой магазин и ПТОННЫЙ. Вот, я, 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 забыл такой посылкой задачи. Тебе, вот, ну, давай, теперь референдент, чей для тебя. И, Амитик, институтант, и владелец данных. И один, там, не знаю, старший разработчик, и менеджер проекта. Вот, все, все роли, какие только возможны, ты можешь тебе бы вопрос задавать. Вот, какие бы были у тебя дальнейшими действиями. Ну, то есть, там, подключил Питония. Спроси у них, ну, в КС можно вообще играть, ну, там, в Майнкрафт, пока модели обучаются. Скажите, а можно играть на работе, если вдруг, там, в КС, в Майнкрафт, там, и там обучаются? Пока модели обучаются. А, когда модели обучаются. Ну, в плане, если, например, то есть, вот, есть разные места работы, да, условно, в Сберии. Саплёры люблю разложиться. В Сберии я вот Саплёра, допустим, раскладывал. Ну, как сказать, то есть, на это... Ладно, я, ну, у нас, по целому, как бы, тайник подходит к концу, я так вижу, там, вот, вопрос уже второго приоритета. Вот, Вадим, желаю хорошего дня, тогда будем на связи. Спасибо. Обнял. Обнял. Да, до свидания. Благодаря Стёпе после такого собеседования у них не осталось сомнений, что я адекватный человек, и меня позвали на следующий этап, техническое интервью. Так, добрый день ещё раз, Вадим. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я ведущий разработчик. Предлагаю вам начать с краткого рассказа о себе, может быть, о последних проектах, о вашей роли в них. Давайте. Ну, я изначально начал, вот, в садик Петушок ходить. Я, ну, в общем, изначально я пошёл в детский садик Петушок, потом в школу, потом мы... Потом я поступил в МГУ, вот, и потом уже начал работать имелем, то есть уже где-то на третьем курсе. МГУ золотой медаль. МГУ золотой медаль, кстати, да. Или с красным типом. Ну да, то же самое. Жил на Банном. Жил на Банном, в переулке, вот, ну, потом мы делали разные архитектурные проекты, там с чат-ботами... Под названием Бебра. Под названием Бебра. И потом пошёл я уже в Сбер, в Сбер мы... Ну, тоже скуфская история такая. Тоже такая скуфская история, но, в принципе, как бы нормально можно с этим поработать. Ну, это Сбер, потому что... Вот, а... Можешь гнуть. А у нас, короче... Ой, извините, сейчас. У нас команда занимается уже генерацией фичей для вот этого рекомендации. Ну, расскажите поподробнее тогда про распознавание изображений, что... У тебя телефон рядом? Наставь телефон, как будто с телефона читаешь. Ну, распознавание изображений, в общем... То есть, мы брали карточки товаров в Яндексе, и по вот этим карточкам товарам мы уже... Как бы... Сейчас, секунду. Да, мы уже распознавали изображения. Не-не, читай дальше. Вы занимались задачей имидж классификации, правильно? Да-да. То есть, object detection. Object detection или image classification все-таки? Ну, image classification тоже. Классификация объектов. А чем получается object detection? Ну, image classification... Сейчас, секунду. Image classification — это когда ты распознаешь картинку, к какому классу она относится. Вот, просто присваиваешь метод у класса. А object detection — ты именно, как бы, сам объект уже... Ну, как бы, выделяешь на карте. Это все вместе шло. Понятно. Расскажите немножко про модели, которые вы использовали. iPhone SE был у меня, вот сейчас 12-й. Ну, у меня поначалу был iPhone SE, потом 12-й. А сейчас... Sony была раньше только. Sony камера. Ясно. Я не уверен, на модели не расслышал какие-либо циклы. А, секунду, извините, я не расслышал просто. Меня интересуют image classification и object detection. Какие модели вы использовали для решения этих двух задач? Глаз орла. Понятно? Глаз орла. Что еще? Есть цикл FIGHTUNE модели. Ну, в целом, все чин-чин-рю. Ну, в целом, все чин-чин-рю. Хорошо, то есть, я так и не понял. Вы гарнитесь для каких проектах? В Яндексе или в первом месте? В Яндексе горжусь. Правда. И золотой медалью горжусь. Хорошо. Золотой медалью тоже. В первую очередь, мне интересен вам все в том, что это интервентурение и обработки. Кто-то любит. Нихуя не слышно, чего-то втирает. И вообще плохо, конечно, вас слышит. Может так же, вот, как Александр Камере чуть приплиз? Детация. Вот. Понятно, что у каждой из этих задач есть прикладное, какого-то более прикладного. Какие вверх применяются. Вот. Вот. Конкретно, в которую вас осматривают, да, она объекта этой компании. Что-то там упало. Что-то упало у вас, кажется. Или у Александра. Ой, что это такое? Прикол. У вас, я как понимаю, есть офис в Ижевске? А-а-а. У нас основной корпус в Ижевске. Вот. С релокацией в Тагил Нижнем. А с релокацией в Нижний Тагил возможно как-то? На Колуму очень возможно. На Колуму? Да. Возможно, еще на границу. А в Аркуталак можно? Не троллься с ними, не троллься в один этаж. Я думал, ну... Ну, я же пошутил просто. Ну, типа, на Колуму, это же каторга. Зачем мне на Колуму? Каторга была на Сахарине. НГУ. Золотая медаль. На Колумашке. Давайте, до свидания. Да, давайте заканчивать. Спасибо, до свидания. А чего они так расстрадались? Слились, блядь. К сожалению, для успешного прохождения собеседования мне не хватило эрудиции и знаний истории. Но ничего, пройду в следующий раз. А если вам, ребята, понравился такой формат, то обязательно поставьте этому видео лайк и напишите комментарий. Если вы хотите видеть больше таких роликов, то напишите что-то типа, Вадим, нам понравился, кринж, собес и вообще, нам понравятся такие ролики, и снимай дальше. Я это увижу. И мы обязательно снимем еще таких роликов, если вам, ребята, понравилось. И не забывайте подписываться на мою телегу. Там все новости и анонсы. И не забывайте подписываться на телегу Степы. Там рэп. Всех обнял.